Всем привет! Сегодня 17 ноября, Московская область, коротко о погоде. Сейчас плюс 6 градусов, до сегодняшнего дня лили каждый день дожди. Но сегодня погодка замечательная. Я нахожусь в деревне, приехала, чтобы накрыть растения, потому что уже в среду у нас обещают морозы до минус 10. Я уже дальше посмотрела прогноз погоды, стабильный будет минус 7, минус 10 и так далее. Поэтому приехала накрыть землянику крупноплодную, ежевику бесшипую, в общем, все растения, которые требуют укрытия. И сейчас стою возле двух кустов черной смородины, подвезла щепу и замульчировала все кусарники и слегка замульчировала плодовые деревья. Это тополиная щепа, отличная для мульчирования, да и вообще лиственные они хороши. Они не содержат смолу, как хвойники, как раз таки они и закисляют почву, а содержат сахар. А это значит, что это благоприятная среда для размножения полезных микроорганизмов. Тем более, что древесина у тополя, она рыхлая и будет быстро перегнивать. А вообще, есть известный факт, в главном ботаническом саду в Москве в свое время тоже через измельчители пропустили сломанные ветром тополя и клёны. Ну и вот такой полученной массой замульчировали верещатники. Это вересковая пустошь, вечно зеленые кусарники, они относятся к вересковым. Ну и в результате выпали ценные виды вересковых. Поэтому вот как раз таки для них мульча нужна из хвойного опада, в которой прекрасно живет и размножается микориза. Только вот в симбиозе с ней голубика отлично растет. И, видимо, вот в древесине тополя и клёна содержались ядовитые вещества для вересковых. Конечно же, нужно учитывать предпочтение растений кислотности почвы. Факты, конечно, уже давным-давно известны, что хвойные растения погибали после использования под ними в качестве мульчи щепы лиственных растений. Здесь два пуста черной смородины, щепу заложила под все буквально кроны. В общем, на вот этот участок у меня ушло две тачки щепы. Основную обрезку кусарников делаю осенью, но весной будет, конечно, еще косметическая обрезка. До распускания почек. То же самое сделала с крыжовником. Засыпала щепой и не сделала обрезку. Но вижу, что все-таки крона еще у меня густовата. Такой сорт, что веток у него очень много. Такой весь куст раскидистый. Поэтому весной я еще его немного подрежу. Крону немножко сделаю разреженной. В общем, под всеми кустарниками я сделала то же самое. Ну и на примере плодовое дерево, абрикос. Тоже заложила щепу. Слой небольшой, буквально по полтачки на каждое плодовое дерево я высыпала. Еще раз, по-моему, я уже как-то говорила, что все деревья у меня посажены на возвышение. То есть здесь у меня горка. Абрикос посажен на горке. Поэтому к осени я всегда здесь подсыпаю земли. Потому что в течение лета этот ком расходится. Все равно он равняется землей. Поэтому приходится подсыпать. Вот я землей подсыпала и еще подсыпала щепой этой. Здесь видите, как у меня посажен абрикос. Корневая шейка не заглублена. Корни, в принципе, видите, вот сразу уже. Они, можно сказать, здесь, вот где корневая шейка, у меня немножко она оголена. Вот и за счет этого я считаю, что абрикос у меня еще до сих пор жив в Московской области. Я просто прикрываю, его мульчирую. Вот так и все. Уже заметила, у меня же два дерева пропали абрикосовые саженцы. Заглубляешь выше, все, дерево на второй год сразу пропадает. Здесь я не заглубляла, видите. И дерево уже два года у меня растет. Я думаю, только из-за этого. Таким образом тоже. Сразу скажу, что мышей нет. Вот, если вы боитесь мышей, я буду это тоже делать. Сейчас еще не успела. Сюда я обрезаю бутылку с двух сторон. Верхушку и низ разрезаю вдоль. И, получается, бутылку одеваю на дерево. И все. И никакие мыши, крысы здесь у вас ствол не повредят. Вот и все. Я это буду делать, только чуть попозже сделала. Сегодня уже не успею. Темнеет очень рано. Я думаю, все прекрасно понимают, что щепа, это как мульчирующий материал, хороша для таких габаритных многолетников. Ну, допустим, я имею в виду для плодовых деревьев, для вот кустарников, не замульчирующие. Там какие-то тоненькие маленькие цветочки или ту же морковку, да. Нравится мне щепа, как мульча, хорошо держит влагу, почву предохраняет от перегревания. Соответственно, меньше поливать ее нужно. Ну, и хорошо древесина гниет. Это для структуры почвы замечательная вещь. Здесь высажены голубика. Вот как раз я и говорила, все это замульчу. Здесь у меня мульчат только еловый сосновый опад. Вот слой очень большой. Сейчас я покажу. Вот оно. Видите? Это все мульча. Вот так. Как раз таки вот именно под такой мульчой нарастает мекориза. Так. Слои отличные. Побеги у меня, я вижу, что вызрели. Прирост хороший был. А голубику не накрываю. Вот она у меня так и уйдет в зиму. У меня три куста, три сорта. Вот видите, какой слой мульчи. Это еще она за сезон очень сильно осела. Вообще у меня слой был, ну, еще, наверное, в два раза больше. Это точно все. Видите, как он уходит, слеживается. Тоже вот голубитька. Лист уже покраснел. У нас были небольшие морозы. Там минус один буквально максимум. Я уже сказала, что со среды передают заморозки стабильные. Минус 10, минус 7. Поэтому в среднедельник смогу приехать. Накрываю сегодня все растения. Здесь растет крупноплодная земляника. Накрыла ее спонбондом, 60-кой. Просто сверху, без дуг, без ничего. Просто положила спонбонд, не натягивая. В легкую, видите, он лежит. Все. И, конечно, зафиксировала, чтобы это никуда у меня не улетело. А здесь грядка с чесноком. Думаю, многие, я смотрю, пишут и вообще вижу, что у многих чеснок взошел, так как аномальное тепло. Октябрь, ноябрь. Вот в ноябре уже месяце. У нас вот скоро будет только первые такие хорошие заморозки. У меня чеснок не взошел отлично. Я его присыпала прям очень тонким слоем соломы. И здесь у меня еще ветки я обрезала лаванду и тоже сюда побросала, чтобы солома не слетела. Все. Почему чеснок не взошел? Потому что, во-первых, я его и не рано посадила, и я его сажаю глубоко. О, здесь грядка росли у меня корнеплоды. Это и редька, и дайкон, и так далее. Вот всю ботву я сюда порубала лопатой. И, в общем, заложила все. Оно у меня так лежит. Здесь тоже не в натяжку. Кинула спонбонд. Шестидесятка. Это крупноплодная земляника. Здесь уже накрыта ежевика. Небеса могут подождать. Это двойной укромной материал шестидесятка. Сначала, сейчас я покажу, как я это сделала. Сделала так, натянула дуги, поставила, и сверху буду накрывать в два слоя сложенный укромной материал. И сверху я еще буду укрывать пленкой. То есть еще пленкой. Вот таким образом зафиксировала. И сверху буду укрывать пленкой. Все. Здесь у меня мульча из соломы. Это сорт Асейч. Она бесшипая. Все два сорта мне нужно укрывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова